Китайское долголетие На чтение 3 минуты просмотров 27 опубликовано 17 января 2020 года. Вы знали о долголетии всё, но завтра вам это уже может не потребоваться, если не будете выполнять 5 простых правил. Всё, что вы хотели узнать, как долго жить, но боялись спросить у китайцев. Есть много факторов, которые влияют на продолжительность жизни. Согласно анализу Всемирной организации здравоохранения установлено, что основными тремя причинами преждевременной смерти являются ишемическая болезнь сердца, инсульт и инфекции нижних дыхательных путей, такие как пневмония. В то же время из-за различных национальных, экономических и медицинских стандартов и социального развития болезни, вызывающие преждевременную смерть, также различны. Например, основным заболеванием, вызывающим преждевременную смерть у африканцев, являются инфекционные заболевания, в то время, как в развитых странах хронические, неинфекционные заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, инсульт и опухоли. Как правило, люди, которые живут долго, имеют следующие общие черты. Сбалансированное питание, постоянная работа, регулярная жизнь, жизнерадостная личность и удовлетворенность. Если мы хотим сохранить здоровье и держаться подальше от болезней, долголетие часто является само собой разумеющимся. Чтобы запомнить эти черты, можно обобщить секрет долголетия в пяти словах. Еда, сон, движение, смех и медицина. 1. Ешьте. Следуйте основным научным принципам диеты. Какая диета считается лучшей для вас? Изучите этот вопрос и следуйте этой диете. 2. Сон. Хорошие привычки сна. Адекватный сон. Важная основа для долголетия. Люди среднего и пожилого возраста должны обеспечить 7 часов сна ночью, сделать перерыв на 0,5 – 1 час в полдень, постараться не ложиться в другое время, чтобы не влиять на ночной сон, развить хорошие привычки ко сну. 3. Утром и днем можно заняться домашним хозяйством, почитать газету или выйти на улицу. 3. Смейся. Улыбайся часто. Улыбайтесь с улыбкой не менее 10 лет. Часто смех с умеренностью полезен для физического и психического здоровья. Все слышали о депрессиях и болезнях, так что будьте непредубежденными, довольными и смейтесь. Друзья среднего и старшего возраста должны участвовать в развлекательных мероприятиях и общаться с другими людьми, такими как участие в пожилом хоре, танцевальная команда, группа каллиграфий и так далее, если ваше здоровье и финансы позволяют это. Вы также можете планировать путешествовать по красивым местам и развлекать свое тело и разум. 4. Двигайтесь. Придерживайтесь правильного количества упражнений. Япония. Страна номер один в мире долголетия имеет такую диетическую погоду, как эта. Диетическая пагода похожа на волчок с бегущим человеком на верхушке. Мораль такова. Сбалансированное питание может поддерживать волчок жизни стабильным, а физические упражнения – это движущая сила волчка. Поэтому люди всех возрастов должны поддерживать правильные физические упражнения каждый день. Рекомендуется выполнять не менее 5 упражнений низкой и средней интенсивности в неделю, не менее 30 минут каждый раз, в основном аэробные упражнения. Ходьба, бег трусцой, тайцзицуань, плавание, танцы для взрослых и домашние дела – все это спорт, подходящий для пожилых людей. Принцип движения – шаг за шагом, делай что можешь, держи его постоянным и оставайся с тобой на всю жизнь. 5. Медицина. Регулярное медицинское обследование. Регулярные физические осмотры, чтобы понять и контролировать ваше кровяное давление, уровень липидов в крови, уровень сахара в крови и так далее, эти показатели являются ключевыми факторами для ишемической болезни, сердца, инсульта. В то же время регулярные медицинские осмотры являются ключевым шагом в раннем выявлении таких заболеваний, как опухоли. А раннее выявление и раннее вмешательство имеют лучший прогноз по излечению. Выполнение этих действий не сделает всех столетними, но даст нам больше шансов на здоровое долголетие. По материалам китайских знаний.